Александр Ткачев провел селекторное совещание с представителями этих служб, а также с главами всех районов. Губернатор отметил, что к погодным катаклизмам краю не привыкать. Уроки прошлого года с ледяным дождем не прошли даром. За 12 дней новогодних каникул были и дожди, и снегопады, и даже 30-градусные морозы. Но в целом с поставленными задачами все службы справились. Система ЖКХ, тепло- и электроснабжение по всему региону сработали без сбоев. А если возникали внештатные ситуации, их устраняли в кратчайшие сроки. В некоторых районах из-за осадков едва удалось избежать наводнения. Угроза паводков сохраняется до сих пор. Александр Ткачев потребовал помочь подтопленцам и не оставлять людей один на один с бедой. Здесь очень важный момент, на который я хочу еще раз обратить ваше внимание. Это помощь подтопленцам. Не оставлять людей в сырых домах. Это мое требование. Детей и стариков сразу в сухие помещения, в тепло. А дома надо сушить и в экстренном порядке. Посмотрите, какая погода на дворе. Не дай бог сегодня мороз ударит и, конечно, все сразу вокруг обледенеет. Это все очень опасно. И мы-то проходили с вами уже. В разные годы, но проходили. Не обошлось и без замечаний в адрес дорожных служб и владельцев кафе и ресторанов. Мусор на обочинах дорог, неубранный снег, неочищенные тротуары и парковки в городе, на которые жаловались люди. Это недопустимо, отметил глава региона, и ответственность должен нести каждый.